Здравствуйте, подписчики моего канала, а также любители карт Таро. Очень многие люди задаются таким вопросом. Я глазами противоположного пола. Это интересует как мужчин, так и женщин, как парней, так и девушек. Это начинается где-то уже в подростковом возрасте. И того, кого этот вопрос все-таки мучает, мы рассмотрим расклад буквально на 8 карт. И первая карта нам скажет, как меня оценивают в целом. То есть вы себе так себе представляете. Давайте посмотрим, как вас оценивают. Тройка Пентаклей. Что такое молодец, что вы работаете над собой, что вы двигаетесь куда-то, что вы к чему-то стремитесь, не останавливаетесь на достигнутом. Это вот как вас оценивают в целом. Вторая карта нам скажет, как оценивают ваши умственные способности. Давайте посмотрим. Это может у блондинка. Вот. Да нет. В принципе, вы знаете, воспринимают вас достаточно так, очень позитивно. Можно сказать, что вообще вас люди любят и ценят. И думают, что вы умеете любить и умеете дарить любовь. И вас любят. Вот что самое интересное. Третья карта говорит, как оценивают вашу фигуру. Нам карта говорит о том, ну, в принципе, вы как бы хорошо сохранились, хорошо выглядите. Не сказать, что у вас какой-то там лишний вес, да. То есть вы для своего возраста выглядите шикарно, можно сказать. Чуть-чуть, может быть, надо было бы добавить там до десятки пентаклей, да. Но чуть-чуть не считается. Так, в принципе, в общем целом все отлично. Следующая карта нам скажет, как оценивают ваше лицо, да, красоту вашу. Вот, десятка жезлов. То есть что-то надо подкорректировать. То есть карта, конечно, тяжести. Это может говорить о том, что у вас или тяжелый взгляд, или, знаете, как, есть такая поговорка, к вам не подъехать на козе, да. То есть, может быть, у вас выражение лица такое там строгое, может быть, надо побольше улыбаться. То есть вот здесь вот может об этом говорить, да. Следующая карта говорит умение одеваться, как у вас с обкусом. И карта говорит у вас все в меру, да. То есть у вас все в меру. Вы умеренно, вы не кричащие, не вызывающе одеваетесь. То есть у вас все, скажем так, все подобрано по цветовой гамме, по какому-то хорошему имиджу, да. То есть у вас прическа, все как бы там, обувь, одежда, все соответствует. То есть в этом плане вы молодец, да. Так, давайте посмотрим ваше умение держать себя в обществе. Держать себя в обществе. Все с достоинством, все хорошо. Вы содержите как такая женщина, допустим, которая, ну, даже если у вас нет мужа, то вы не позволяете себе каких-то фривольностей в свой адрес, потому что вы держите эту вот марку, да, марку своей семьи, марку своего, как бы, то есть не пакостите там, где живете. То есть вы держите тут достоинство своей какой-то семьи, своего рода, своих традиций. У вас вот это все от воспитания вашего, да, то есть у вас было очень хорошее воспитание. Так, следующая карта покажет ваш характер. И ваш характер, ну, он такой циклами, такой, знаете, как бы один период. Можно сказать, да, что какой-то непредсказуемый человек. Для вас кажется, что вы достаточно предсказуемый человек, а вот люди не знают, чего от вас вы ожидаете. То есть в одно время вы такая, в другое время вы такая, в третье такая. Вас могут знать только близкие на самом деле, а со стороны вот непонятно, да, то есть чего от вас ожидать людям непонятно. И следующая карта скажет ваше социальное положение, умение дружить, умение сопереживать. Ну, конечно, вы умеете и дружить, и сопереживать, и любить, и выручать, и помогать. То есть у вас это не отметит, это вам прямо, скажем так, богом дано. Поэтому, если вы хотите вот разобраться в себе, да, как вас видит противоположный пол, может быть, что-то может наизменить для того, чтобы у вас сложились отношения, мы можем рассмотреть вот такой приватный расклад, который вам даст какие-то советы, или вы, допустим, убедитесь, что вы так, там, супермен или, там, бизнесвумен, который вообще ничего уже не надо менять в своей жизни. Вот. Но в любом случае, я думаю, этот расклад будет полезен на любом человеку, чтобы разобраться в себе. Продолжение следует... Продолжение следует...